Аудио подкаст портала Здоровые люди. Скорая помощь ребенку, солнечный и тепловой удар. Все слышали о тепловом или солнечном ударе, но не каждый реально представляет, насколько они опасны для детей. Так, солнечный удар – это болезненное состояние и расстройство работы головного мозга из-за продолжительного и интенсивного воздействия солнечного света на поверхность головы. Тепловой удар – это болезненное состояние, возникающее вследствие длительного воздействия высоких температур. Так как система терморегуляции у детей развита слабее, чем у взрослых, у малышей еще нет способности быстро реагировать на перепады температуры. Именно поэтому дети быстрее перегреваются в жару и замерзают на холоде. Родителям важно помнить, что тепловой удар у ребенка может произойти и в условиях, вполне комфортных для взрослого человека. Чтобы этого не случилось, нельзя допускать следующих ошибок. Слишком теплая одежда. В жаркую погоду хватит одного слоя одежды из натуральных тканей. Отсутствие головного убора. Идеально подойдет легкая панама с широкими полями для создания дополнительные тени. Одежда из синтетических тканей. Подобные материалы очень плохо пропускают воздух и задерживают испарение с кожи. В результате нарушается работа естественной системы охлаждения организма ребенка, и он быстрее перегревается. Комментарии Александра Свирского, заведующего отделом хирургии РНПЦ детской хирургии, доцента и кандидата медицинских наук. Младшим детям, особенно ребенку до года, обязательно прикрывайте голову косынкой или панамкой. Тщательно выбирайте одежду для прогулок. Не стоит укутывать ребенка в жару, тело должно дышать. Но при этом важно защищать нежную кожу от прямого воздействия солнечных лучей. Избегайте прогулок на улице в жаркое время или отдавайте предпочтение крытым площадкам. Еще одна причина теплового или солнечного удара – обезвоживание. Потоотделение в теплое время года происходит очень активно, и если вовремя не восполнять потери жидкости в организме ребенка, это может привести к проблемам со здоровьем. Особенно важно следить, чтобы ребенок чаще пил воду, если прогулка сопровождается активными играми или физическими нагрузками. Следующая причина – душное помещение. Если своевременно не проветривать комнату и не следить за уровнем влажности в ней, шансы обеспечить малышу тепловой удар повышаются. Оптимальная температура в детской должна составлять в первые полгода жизни 22 градуса тепла, после 6 месяцев – 19-20. Границы нормальной влажности для новорожденного в пределах 50-70%, а для детей 10-12 месяцев – 40-65. И еще одна причина теплового или солнечного удара – открытые солнечные лучи. Если ребенок долгое время находится на улице под палящим солнцем, он может получить не только тепловой и солнечные удары, но и ожоги кожи. Симптомы теплового и солнечного ударов Пересохшие губы, сухая и горячая кожа, слишком румяная и покрасневшая, а после бледная. Холодные руки и ноги. Капризность, крикливость, перевозбуждение ребенка, как реакция нервной системы на повышение температуры тела. Слабость, сонливость и апатичность, как одна из стадий обезвоживания организма. Следующая стадия – потеря сознания. Головокружение, головная боль, тошнота, рвота и учащение стула. Еще один симптом – повышение температуры тела ребенка до 38 градусов по Цельсию и выше. Это может произойти через 2-3 часа после пребывания на улице. Следующий симптом – отсутствие мочеиспускания в течение 12 и более часов. При этом цвет мочи у ребенка темно-желтый или светло-коричневый. Особенно хорошо это заметно у младенцев. Это признак очень сильного обезвоживания. И еще симптомы – холодный пот или судорожное подергивание мышц лица и конечностей. Солнечный удар у ребенка проявляется обычно через 6-8 часов после пребывания на солнце, но некоторые симптомы могут возникнуть и раньше. Основные признаки солнечного удара такие – вялость, недомогание, капризы и плач, отказ от еды, покраснение лица, тошнота, рвота, головная боль, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, одышка и повышение температуры тела до 39-40 градусов. Если же ребенок продолжает оставаться на солнце, то далее к перечисленным симптомам солнечного удара могут присоединиться нарушения сердечного ритма, галлюцинации, бред, бледность и синюшность кожных покровов, а кожа может покрыться липким потом. Что делать родителям при тепловом или солнечном ударе у ребенка? Если вы заметили упомянутые изменения, то первое – отнесите ребенка в тень. Прохладное – хорошо проветриваемое место. Если сквозняка нет, можно обмахивать малыша веером, газетой, книгой и так далее. Дайте попить воды. Можно обтереть кожу прохладной водой, влажным полотенцем или салфетками. Затем для профилактики обезвоживания давайте питье каждые 20-30 минут небольшими порциями. Большой объем выпитой жидкости может вызвать рвоту. Если добавить в воду немного соды или соли – половина чайной ложки на пол-литра воды, то она быстрее усвоится организмом. Также можно развести в воде порошок регидрон. Не стоит использовать его дольше суток и не давать более 50 мл на 1 кг массы тела в первые 10 часов. Обязательно следите за температурой тела ребенка. Следует помнить, что клинические признаки солнечного или теплового удара могут проявиться через несколько часов. Так что, если вы провели целый день на улице, наблюдайте за состоянием малыша по возвращении домой. Если тепловой удар у ребенка сопровождается повышением температуры тела, не стоит давать ему жаропонижающее средство. В данном случае они будут неэффективны. Если вы следуете ранее перечисленным инструкциям, а состояние ребенка не улучшается, обращайтесь к врачу. Когда вызывать скорую? Чаще всего помощь специалистов требуется маленьким детям, которые легко перегреваются из-за несовершенной системы терморегуляции. Если у ребенка появилась температура выше 38 градусов, озноб и водянистые волдыри, а состояние ухудшается, звоните 103 незамедлительно. Кроме того, медицинская помощь может понадобиться ребенку, если появились следующие симптомы. Посинение губ и бледность кожных покровов. Частый пульс. Также к тревожным симптомам относятся наличие судорог, одышка и потеря сознания и отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов. При тяжелом тепловом или солнечном ударах ухудшение состояния здоровья ребенка наступает резко и проявляется галлюцинациями, бредом, коматозным состоянием и гипервысокой температуры выше 42 градусов. В этом случае без помощи врачей не обойтись. Подытожим написанное. Если вы собрались на прогулку с ребенком жарким летним днем, то запаситесь питьевой водой и почаще предлагайте малышу пить. Лучше, если это будет обычная питьевая вода, не сладкая и не слишком теплая. Для детей постарше можно взять минеральную воду. Не укутывайте ребенка, просто возьмите с собой вещи потеплее на случай изменения погоды. Головной убор должен быть из натуральной ткани, чтобы хорошо пропускал воздух. Старайтесь не планировать долгие поездки с ребенком на общественном транспорте или машине в жаркую погоду. Риск теплового удара в небольшом пространстве при отсутствии хорошей вентиляции повышается. Выбирайте для прогулок утреннее время до 11 часов или вечернее после 17. Старайтесь держаться зеленые зоны или находитесь в тени на крытой площадке. Автор материала Катя Пытлева. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и не пропускайте полезных подкастов портала «Здоровые люди».